Я не пытаюсь улучшить ваш ум. В пучине идеологии зла, подавления воли зрителя, не мои цели. Мои цели – разбудить ваше сознание, вернуть вам зрение, вернуть вам простое понятие, что честь и свобода важнее той жизни, которой вас принуждают со школьной скамьи. Слушайте, думайте, пишите. Я не уверен, что у меня получится загрузить ролик в четверг, по ряду причин. И, видимо, скорее всего, я буду в дороге. Поэтому, если вдруг что, то ролик, следующий ролик выйдет только в четверг, через неделю. Потому что я не уверен, что я успею сделать тоже воскресный ролик. Причина того, что я не успею воскресный ролик, я озвучу позднее. В горах на границе Афгана и Пакистана, это небольшая история, куда меня занесла небольшая с точки зрения потока крови война, те, кто ходил за речку, меня хорошо поймут. Впрочем, можете считать все это только моими фантазиями. В один не очень приятный день, на пятачке, площадью около 60 квадратных метров, где с одной стороны был обрыв в бездну, а с другой отвесная почти гладкая стена монолита, был я один живой и 14 замерзших куски льда моих бойцов и пилота вертушки, которая уже совсем сгорела давно. Когда она туда свалилась, мы только успели выскочить, кто успел. И я готовился уже заснуть рядом с моими товарищами, так как прошло уже 49 часов, с того момента, как эта самая вертушка сгорела дотла. И сил не засыпать и терпеть ветер при температуре, которая была ниже минус 20, на большой высоте свыше 3000 квадратных метров, совсем не осталось у меня никакого терпения. И вдруг поднялся жар из груди, и голова стала ясной, холд ушел, и косая черная фигура, с такой же косой, сделанной из того, из самого сердца тени, сейхидцы сказала мне, «Я еще за тобой вернусь». И исчезла. А потом прямо на скале передо мной появился текст, который впечатался в меня навсегда. «Это только ты решаешь жить или нет. Твой долг не будет исполнен, если уйдешь сейчас. Тяжелый долг крови души и сути разума твоего – это дар слова, ибо ты голос, и сам поймешь, когда исполнишь его, и станешь свободен от бремени тела. А та ничтожная тень не может забрать тебя, она не властна над несущими искру мою. Ты долго будешь будить по потемкам, пока не поймешь, наконец, что ты только голос, и ты имеешь дар слова. Но, в конце концов, ты придешь к тому, что ты поймешь, что ты должен на самом деле делать. Там были еще несколько строчек, которые я здесь озвучивать не буду. Потому что не имею права. Я никогда до этого не озвучивал то, что я сейчас вам сказал. Но спать мне уже не хотелось. Мне, конечно, было очень больно видеть замерзшие тела моих друзей, моих подчиненных, которых я выложил в один ровный ряд. За каждым из них стояла целая жизнь. Стояли их семьи, их родные и близкие. И, наверное, никому из них не хотелось превратиться в кусок смершегося льда на такой высоте, рядом со сгоревшим вертолетом. За мной прилетели, как только позволила погода. Через 6 часов. Я потерял больше 30% веса за это время. И вот сейчас, почти через 40 лет, вы слышите меня. На самом деле, у каждого есть свой неоплатный долг. Только за то, что вы пришли в этот мир с искрой Создателя, одухотворенный и наделенный бессмертием своей души. И только от вас зависит то, как вы распорядитесь этим великим даром. Только от вас. Я просто обозначу вопросы некоторые. А вот ответы на них весьма очевидны и неоспоримы. Если вы готовы верить истину, которая всегда только одна. Каждый, и вы тоже всегда знаете, когда ложь слетает с ваших губ. И когда вам лгут. Вы готовы отказаться от лжи? Я задаю этот вопрос. Готовы ли вы совсем отказаться от лжи? Нет лжи во спасение. Нет лжи во благо. Нет лжи ради кого-то или во имя кого-то. Ложь всегда. Если не падение, то шаг в пропасть без души. Я подчеркиваю, шаг в пропасть без души. Любая ложь. Вы готовы жить в свете истины, как бы ни было тяжело в начале. Это тоже вопрос. Потом, когда вы осознаете и найдете свое место, все станет чистым и понятным. Душевные муки, вызванные не внешними факторами, а вашим страхом пропадут. Потому что одухотворенный человек с искрой Создателя в груди, он ничего и никогда не боится. Страх – это удел биологического тела. Тело не должно управлять вами. Готовы вы признать это? Что все желания вашего тела биологического, даже не вторичные, а не третичные. Жадность, зависть, страх, ложь превращают вашу жизнь в реальный ад, полный мук. Якобы с целью процветать или добиваться чего-то, или достигать чего-то, или во имя семьи, или во имя близких, или во имя чего угодно. Все это на самом деле только ложь. Я повторяю, все эти чувства превращают вашу жизнь в реальный ад, полный мук, страдания и ужаса. Потому что страшно страдает ваша душа. Не надо ждать смерти, чтобы попасть в мифический ад. Человек, живущий во лжи, постоянно живет в аду. Простой и болезненный пример. У вас на глазах умирает близкий человек. Неважен его возраст и причины. Все врут умирающему. Говорят ему, ничего, крепись, все будет хорошо, доктора тебя вылечат, и все будет просто отлично. А он совсем не хочет это слышать. Ему, его душе, это совсем не надо. Потому что он знает и видит, что вы ему ужжете. Говоря ему, все это выгородите кучу фальшивой и очень вредной для умирающего лжи. А надо просто сказать ему истину, простую и ясную. Жизнь биологического тела – только короткий миг для бессмертной души. Что со смертью тела для него начинается новый этап развития. Что перерождение есть благо для него. Ибо путь души бесконечен. Что самое важное для любого носителя искры, творца – выполнение своего предназначения, своей роли в этом теле. И у каждого есть это предназначение. Просто большинство от него отказываются. Если человек, например, создан для того, чтобы с душой и любовью выращивать сад или выпекать хлеб, а он сидит в конторе, то он разменял свою бессмертную душу на непонятно что. А в конечном итоге на маленькую квартиру в городском муравейнике, на жалкие крохи, которые ему платят в виде зарплаты, на возможность слегка подворовывать и слегка обманывая, зарабатывать себе лишние блага. И ничего не иметь, кроме ада в душе своей, которая со временем обязательно его покинет, и он станет смертным, совсем смертным. Жизнь биологического тела, я подчеркиваю, только коротких миг для бессмертной души. И именно это хочет услышать умирающий от вас. Именно это надо говорить больному человеку. Тогда, возможно, у него появятся силы продлить жизнь своего биологического тела благодаря тому, что душа его воспрянет. Что самое важное для любого носителя искры Творца? Я еще раз подчеркиваю. Только выполнение своего творческого предназначения. Потому что, являясь частицей Творца, вы несете в себе творческий потенциал, который непременно должен быть реализован. В каждой женщине здоровой заложен творческий потенциал матери. Взрастить свое дитя. И не одно. Именно взрастить. Не бросить его в трехмесячном возрасте на руки няньки помчаться делать карьеру. А взрастить дитя свое. Чтобы он видел всегда и чувствовал, что его мама всегда находится рядом. Вы, да, это тяжело все, я понимаю. Многим это очень тяжело услышать. Но всегда есть место очищения души своей от накипи, от мусора, от лжи и от адских мук. Потому что душа может испытывать адские муки только от своего носителя. Всегда порядок нормальный такой, что душа управляет разумом, а разум управляет биологическим телом. Я об этом вам много раз говорил. Понять это тяжело, а принять за основу бытия в этом отражении еще тяжелее. Но потом все моментально, когда вы переступите черту, становится кристально чистым и ясным. Коллективная воля частиц создателя, фармир которой мы носим в себе, каждый носит частиц создателя с большой буквы, формирует бытие и нормы жизни в нем. Но когда миллионы душ страдают в море лжи, а я в ролике о нашей цивилизации все четко это обозначил, потому что наша цивилизация, эта цивилизация стопроцентно лживая, цивилизация построена только на лжи. Ибо мы живем в цивилизации тотальной лжи, и страдания частиц создателя, наши муки душевные, и привели к формированию палача, ибо он наше коллективное творение, и состоит из огромной силы мук душевных. То есть палач – это порождение мук, страдающих от невыполнения носителями своего творческого потенциала. Это самое главное – невыполнение своего предназначения. Третье. Готовы вы всем сердцем принять простую истину. Это вы носите в себе частицу Творца, и никто не вправе управлять вами, указывать вам, строить вас, навязывать вам свои законы и правила. Ваша душа сама знает путь, и ни один герой, спаситель или вождь никогда не придет что-либо делать за вас. Никогда не придет. Сражаться за вас никто не будет. Бороться за ваше благо и строить мир всеобщего благоденствия для ваших тел никто не будет. Это те, кто обещают, что они построят, это враги. Подлые, грязные и мерзкие враги. Любой человек, который говорит, я нашел дорогу, я только один знаю, светлый путь вперед, пойдемте сейчас тут навалимся на лопаты, на штыки, возьмем руки с саблей, и пойдем рубить всех налево-направо. Во имя чего? И во имя кого? И ради чего? Цель должна быть только одна. Выполнить свое творческое предназначение. И тогда у вас будет все. Потому что коллективное самоутверждение частиц создателя создает мир, в котором начинает управлять свет истины. А силы тьмы становятся бессильными и жалкими. Друзья, отступление. Как всегда под роликом, на те, кто нашел возможность, время и желание, и помог каналу финансово. С помощью стало как-то совсем нехорошо. Прошу всех, кто не хочет или не может оказать помощь канала, не писать мне разные письма, типа «Дай карту Сбербанка». Я стоять рядом с этим банком не собираюсь. Мне такой помощи не надо. Для тех, кто чувствует желание, имеет возможность и время, ссылки для оказания помощи внизу под роликом. Ваша помощь очень важна и очень необходима в данный момент. Именно из-за того, что помощь достаточно слабенькая, я и не смогу, скорее всего, выпустить воскресный ролик, потому что ноутбук работает просто отвратительно и запись я сделать не смогу. Точно так же отвратительно работает и камера GoPro. Я сделал большую ошибку, когда ее купил. Надо другую совершенно камеру. Как я говорил уже, мне нужен фотоаппарат с мощнейшим объективным, который может делать снимки на большом расстоянии. Я знаю, где снять, что снять и как. И показать вам это, если не на YouTube, то на Телеграме и на других источниках, которые я сейчас формирую. В общем-то, свой план, как обеспечить свободный, открытый доступ к информации для всех моих подписчиков. Без исключения. И чтобы никого не было права указывать мне, что писать, что говорить и что излагать. Друзья, со среды я вам, как сказал, буду в движении. И отсутствие нормального мощного ноутбука лишает меня возможности выпустить ролики в воскресенье. Я попробую делать съемки камеры, Гоупрон, но она не очень тянет. Так что жду помощи реальной, а не писем о том, как хочется мне вам помочь. Да вот регистрироваться на PayPal не хочется. Не хотите регистрироваться не надо, но писать-то зачем? Поймите меня правильно. Мне это неинтересно. Совершенно. Если у вас есть желание, возможности, душевный порыв оказать помощь, окажите. Это ваше право. Но если для вас это затруднительно, никто вас не осуждает, вы приходите, смотрите все мои ролики, и никто с вас не требует никаких затрат. Надо также понимать, что большинство тех, кто оказывает помощь, они оказывают ее действительно, так сказать, в том размере, которым позволяет им их бюджет, без, так сказать, какого-либо ущерба себе. И я вам скажу, что очень маленькая, я никогда не говорю, кто сколько послал денег. Вы заметили? Я никогда не говорю, кто оказал большую помощь, такую шикарную, весомую. Я никогда этого не говорю. Каждая помощь имеет равноценное значение, хоть маленькая, хоть большая. Значение имеет только регулярность оказания помощи для тех, кто может это сделать. И, понимаете, очень много сумм приходит в районе одного евро или двух. Это большая часть помощи. Поэтому вы можете легко представить себе, какая реально сумма набегает, если 20 человек оказали помощь. Это я просто обращаю ваше внимание на это. Друзья, не надо воспринимать это как давление на вас. Просто когда я говорю, что вот такая ситуация в настоящий момент, реально она с каналом и с его работой, она такая и есть. И я знаю, что надо сделать и как это сделать. И не надо меня учить, и не надо мне послать советы такие какие-то. У меня есть все возможности организовать нормально. Но я один тянуть это без вашей помощи не могу. В любом варианте неделя перерыва не смертельна. И еще на канале 60 тысяч подписчиков, из которых 30-35% смотрят ролики регулярно. Вопрос ко всем. Вам что, трудно подписаться на Телеграм? И самое главное, на резервный канал. И подписавшись на Телеграм, не писать там всякие гадости и глупости. И не пытаться протаскивать материалы, о которых я ничего не знаю. Делать ссылки на то, что я ничего не знаю. Видимо, я посмотрю, если это будет продолжаться, я совсем заблокирую возможность на Телеграме оставлять комментарии, сделать какие-либо ссылки. Потому что я отслеживать не могу. У меня нет времени сидеть в Телеграме и все время проверять. Вот у меня слетел ролик, его заблокировали, я его опубликовал, загрузил на Телеграм. Все пишут. Я после этого сделал анонс. Сказал прямо и четко, идите на Телеграм. Но в комментариях люди упорно продолжают писать, где этот ролик, где я его могу посмотреть. А почему не зайти на главную страницу канала и не посмотреть, где находится этот ролик. Там же все написано в анонсе. Более того, я попросил вас всех посмотреть ролик, который называется Москва эпохи Екатерины Великой. Как вы думаете, сколько человек пришло его посмотрело? Реально. 1500 на данный момент. И 60 тысяч подписчиков. Неужели трудно прийти, посмотреть. Если второй есть канал, незнакомая Франция, зайдите, подпишитесь, это резервный канал. Если этот закрыт, вот и есть резервный канал, где вы меня не потеряете. Зайдите, подпишитесь, посмотрите, там ролики небольшие, 10-15 минут. Они очень полезные для вас, посмотрите их, для большинства. Интересные. Начните сначала, посмотрите. Вот смотрите, там подписано больше 10 тысяч, а просмотров по 2 тысячи, по 3 тысячи на ролик. Как так? 10 тысяч человек подписалось, это те, которые пошли, подписались на резервный канал, чтобы меня не потерять, чтобы меня слушать. Но почему-то они упорные, не идут, и не слушают, и не смотрят ролики. Это же мне оказывает реальную помощь. Не надо трясти машиной, ничего делать не надо. Надо просто внимательно прослушать, посмотреть. И польза вам будет, и здоровье будет, и полезная информация будет. И тогда у меня будет стимул развивать этот канал. Я, конечно, мог бы грубо по-армейски стандартно высказать свое мнение, но это давно не мой стиль. На телеграме очень мало пользователей, я еще раз сказал, о ругани так много, причем вся ругань из пустого в порожнее. К вышеизложенному могу добавить, что дорогу оселит только тот, кто не занимается поисками самооправдания. Самооправдание еще хуже лжи, ибо приводит к разрушению самоконтроля, рассудка и самокритики. А за этим потом всегда стоит ложь. Занимаясь самооправданием, вы никогда не сможете спасти свою скру от давления сущностей бездушных, что им этим управителям от вас и надо. Потому что они паразиты. Завидь к успешному еще одна беда, которая превращает личность в безличное и жалкое существо. Все, что надо сказать по поводу событий на Земле Икс, я буду пока тащить телеграмм и жду от вас реальной поддержки в моей работе, для того, чтобы мы могли все, всю эту информацию публиковать независимо. И это только кажется, что у ступеней в пропусте тьмы бесконечны. На самом деле они простой обман, причем дешевый. Все, кто стоят на этих ступенях, обречены, ибо эти ступени моментально исчезнут, как только морок лжи рассосется подобно туману над болотом. Тогда падение, поскольку опоры под их ногами никого не будет. Страшным мучительным до дна будет полное падение, полное развоплощение тварей бездушных и их слух, и путь к этому полному развоплощению долг и страшно мучительным. Они смертны, они совсем смертны, и они прекрасно это знают. и это их страх и ужас. Они постоянно живут в страшном аду, в страшных мучениях, и они сходят с ума, потому что не знают, что еще изобрести, чтобы сделать больно другим людям, чтобы потрясти их души, чтобы отнять эти души, использовать страх, ужас, боль, смерть людей, как пищу своим сущностям. Я в этом ролике еще раз поставлю кусок поэмы. Не все смотрели на телеграме. На телеграме мало подписчиков, поэтому поэмы больше всего не слышало. Друзья, хватит задавать вопрос, что делать. Ответ выше. Займитесь лечением своей души, а все остальное приложится, и я вам помогу. Мужчина, готовый умереть, но не сдастся в новом мире, получит свое достойное место при любом развитии событий. А у всех, кто сдался, никакого выбора нет. Они уже их списали всех в расход. Им, как я говорил, хомячки разумные не нужны, а неразумные хомячки им не нужны и подавно. Наши предки знали и понимали все это. Похороны проводились в храмах, когда тело сжигали на алтаре атмосферным огнем за доли секунды. Это была радость великая, ибо душа перешла на более высокий путь развития. Все приемники на куполах служили именно этой цели, и они сами выбирали и знали время, что их путь в этом мире завершен и сообщали об этом радостном событии всем своим близким, друзьям, родственникам, знакомым, ученикам. То есть это была большая радость объявить, что мой путь здесь, в этом биологическом теле завершен, и я готов к перерождению души своей. И это была великая радость. Человека поздравляли с этим, радовались за него. Жизнь тогда могла длиться долго, особенно у великих учителей и наставников, и я бы употребил слово волшебников. Те, кто словом и силой разума своего, могли управлять стихиями огня, воды, воздуха и воды, вернее земли. На меня очень ополчились почему-то по всем сетям. Кто только может и как только может. Я не такой популярный, понимаете, всего там 60 тысяч оппонентов, но я уже и марокканский, и лжицкий бандит, и агент ЦРУ, и финансовый мошенник, и вообще самый мерзкий человек в мире. Мой телефон завален мусором и угрозами, мою почту тоже завалили и мусором, и угрозами. Вчера было 43 попытки вирусных атак. Все как положено по законам тварей и нечисти. Засветились в общем сильно. Теперь по поводу новостей из театра Марионитых Земли Икс. Бурсители нравственности и единомыслия сообщества вряд ли будут их пропускать через свои фильтры. У них теперь монополия и на все сюжеты фантастических произведений. то есть они указывают авторам например фантастам каким должно быть их произведение и как оно должно быть написано. И мое творчество о земле их очень напрягает своим низким по их меркам качествам и низкими моральными идеями. Поэтому все опять-таки зависит только от вашей активности и помощи. Самое важное буду писать на телеграме. Но возможно я заблокирую комментарии и вашу ругань между собой если она будет продолжаться. Так как все мои просьбы не размещать сторонние материалы не давать ссылки на материалы которых я понятия не имею и содержания которых изучать у меня времени нет совершенно. так как если я начну бегать по всем ссылкам и сайтам то я не смогу выпустить ни одного ролика у меня времени не останется и то не подсыл даже сотой доли того что мне посылают. Буду продолжать развивать резервный канал и займусь наконец монтажом своего сайта. Важно понимать что сейчас с криком и со страшными хлипами гибнет мир потребления и над городным памятником ему будут лежащие в развалинах Манхэттен и даже если победит Голдштейн в Лондон Сити. А то нам все грузят всякую ерунду вроде того как большая лодка застряла в канале а потом все снимали эту лодку со страшным напрягом с помощью Рогозина Роскосмоса Соловьева Кадмияшки и постаревшей по пригоне стройкозы Волчковой который оказался решающим фактором который послал капитану свои фото и видео со своими шпагатами и растяжками как только увидел какие картинки рисовала лодка перед тем как сесть на мель то кукла пул совершила акт тайной угольной процедуры совершенно секретно в самой темной своей коробочке вот такие у нас какие-то странные новости приходят друзья и непонятно зачем и непонятно почему поэтому я советую вам не смотреть и не слушать этот весь бред он того не стоит занимайтесь только собой своими близкими своими друзьями своими семьями всем остальным заниматься совершенно бесполезно бессмысленно и очень вредно я желаю вам всем здоровья блага процветания процветания души вашей ее возрождение для того чтобы она набрала полную силу для этого не важен возраст пол и прочие вещи даже если человек совершил много ошибок он всегда имеет возможность возродить свою душу воссоздать ее для этого надо просто очистить себя от всякого мусора это очень трудно на первых шагах но потом будет намного намного легче как и в любом деле а всегда важен только один фактор это результат смогли вы или нет а все так сказать жалобы что я пытался но я не смог это так тяжело у меня ничего не получается это все ничего не стоит считайте что вы ничего не делали и ничем не занимались на любой результат показатель не бессилет души вашей а того что тело управляет вашим разумом а разум не обращает никакого внимания на вашу душу и ее порывы еще раз благодарю вас всех за внимание прослушайте внимательно те кто не слушал поэму я еще раз говорю что я вам всем желаю светлых дней и возрождение который скоро придет друзья сейчас я вам прочитаю вторую половину третьей части поэмы не сбывшиеся мечты вершителя верно кони несут между звездами вечностью гона рыцарь сам уж забыл для чего носит герб на щите но спросить у кого не прорваться к подножию трона где поэта мечта все никак не умрет на кресте новый новый свет разложен символ для свит что скачет во след для атаки сапог посильнее упирается в стремя и вниз падает меч пресекая молитвы и бред межгалактик лишь ночь тут тут ее бесконечное бремя и нет тяга дорог и не слепит очей яркий свет кат он вечно в трудах а поэт он извечно в дороге трубодур многомерия бесконечен от сель до конца и не надо его воплошать вопрошать о всезнающем боге для страдания не нужно колючих терновых венца он ведь завтра проснется с девицей юной в стоге пыль стряхнет с головы и сонливость исчезнет с лица шлепнет попу ее поцелует щеку что олеет и пойдет она к нам значит завтра наступит весна оглянуться она на поэта истох не посмеет да и нет никого там где сено стояла копна а поэт уже новые песни и рифмы болеет позабыв о пахуче колючести сладкого сна вновь рожденная им снова землю дождем орошает талых льдинок вода зажучала по быстрым ручьям а на попе ее след в ладони поэта пылает все на этой планете придумал и сделал он сам хотя часто дела довести до конца забывает вот и надо трудиться ни свет ни заря палачам светло рад он тому что порой рождаются дети что не рвутся корыту по плоти и крови чужой часто гибнут они попав к догмам липучей сети и идут умирать под знамена над черной толпой угасать в темноте веря в то что находится в свете и что можно позвать недоумков забой нас за собой но порой они ритмы слова в эфире находят и не верят тому что им с детства пророки твердят на голгофу свою без креста и с крестом но восходят и надежду на завтра из крови и нервов творят познавая себя они ходики жизни заводят а потом умирают но новый закон уж зачат есть одежда одна есть надежда одна но поэт знает это условно без творцов на земле даже свет перестанет служить остается любовь как утенок худой и бескровный если нет тут сердец чтобы ее хоть на миг приютить встал палач и достал меч сверкающий лезвием ровным время старый огонь что устал полыхать погасить не торопитесь кто кому-то нужно это прочесть еще пару раз кому-то может быть и одного раза достаточно будет я я темно не думать ревизируйте думать надо только собственным сердцем и собственной душой и только потом уже разумом потому что еще раз говорю это надо читать между строк Благодарю вас всех за внимание, до новых встреч в четверг, я был рад этой новой встрече с вами, благодарю вас всех за внимание.